С вами Стелла Фракта, писатель, алхимик и автор философской прозы. Голос за кадром в проекте «Голос писателя» для тех, кто не хочет читать, но хочет слушать. Инструментов в арсенале психолога для работы с бессознательным много. Про карты Таро в качестве метафорических ассоциативных карт, например, я уже рассказывала в одном из выпусков. На этот раз еще более иррациональное, но связанное напрямую с моей профессией – гадание по книге. И помогать мне сегодня будет писатель Герман Гессе и его роман «Игра в бисер». Конечно же, это не гадание, а упражнение и игрушка для ума. Конечно же, только вы решаете, какой смысл из упражнений вы извлечете. Вы же алхимики и герменефты, вы творите свою реальность сами. Ответственность от выбора трактовки на вас. Психолог, психоаналитик, автор подкаста стоит рядом с медицинским чемоданом и страховочным оборудованием, как всегда, если вдруг понадоблюсь. Итак, психология, гадание по книге. Герман Гессе и «Игра в бисер». Неосознаваемые процессы можно вытащить наружу с помощью языка символов и образов. Иррациональное аморфное примет форму, подберется формулировка для чего-то, что вы никак назвать одним предложением не могли. Так работает и изобразительное искусство, и художественная литература, и музыка. Они выражают невыразимое, когда язык условностей на плоскости здравого смысла неприменим, ибо он беден и особо не обогащается. Чем больше вы учитесь выражать невыразимое, составляя свою индивидуальную систему символов, тем больше обогащается ваш язык, тем яснее вы видите себя и мир вокруг. Как гадать по книге? Вам понадобится. Книга одна штука, желательно с большим объемом текста, желательно художественного, желательно книга, имеющая какое-то значение, желательно позитивное. Это работает и с психологом, с которым установлено базовое доверие, чтобы рациональный критик и скептик не отбрасывалось у неясное новое, чтобы не срабатывали штыки защиты и когнитивных искажений. Возьмите автора, которому вы доверяете. Любимый автор плохого вам не напророчит. У меня это игра в бисер Германа Гесса в переводе на русский Соломона Апта. Бумажная книга идеальна. С электронными сложно организовать случайный выбор страницы и места, потому что в большинстве форматов это текстовая портянка без того, за что человеческий глаз может зацепиться и навигироваться. Зачем я объясняю очевидные вещи, как гадать по книге? Мой опыт показывает, что при должном объяснении зачемности и принципа работы упражнения польза от упражнения увеличивается, потому что повышается степень доверия, появляются обоснования и основания. Выбираем случайную страницу, случайную строку и абзац. Вовсе не важна ювелирная точность, хоть пальцем тыкайте. Математики шутят про случайности, а айтишники шутят, как вовсе не случайно программная случайность генераторов случайных чисел, потому что они псевдослучайные. Я не шучу про то, как наше внимание самоцепляется за что-то первее, чем мы успеваем это осознать, потому что у нас одна задача — выбрать случайный кусок текста из книги, и потом его внимательно прочитать, потом пересказать своими словами. Пересказанное своими словами и будет вашим извлекаемым смыслом в вашей системе символов. Если вдруг сразу непонятно, не торопитесь. Для бессознательного нет понятия времени. Все уже произошло, вылезет на поверхность позже, когда придет нужное время. Популяризаторы или что нагадали? Меня раньше очень бесили популяризаторы науки по разным причинам. Как видите, сейчас, что не могу побороть, возглавляю. Сильное заявление на поворотный момент был именно от случайно извлеченного из книги отрывка, и я вовсе не ожидала эффекта от прозрения. Науку я раньше видела как узкий круг экспертов и поле деятельности, закрытый от посторонних. Тех, кто рассказывал направо и налево о том, как круто быть ученым, создавал научно-популярные материалы, делал видео про квантовую физику за 5 минут, обзоры трудов философов за 10 минут, вольно пересказывал то, на что авторы тратили десятилетия жизни, мне хотелось закопать у себя в огороде под кустом кружевника. Я считала, что так популяризаторы обесценивают науку, любой сложный труд, рассказывая о нем, как будто это просто и увлекательно, и вовсе не надо этому долго и упорно учиться. С козьей мордой я не уставала напоминать, что это вовсе не просто настоящий ученый и любое другое название мастера-профессионала своего дела в любой области знаний и деятельности. На то и настоящий ученый, чтобы делать то, что другие не могут, и желательно за закрытыми дверями. Иными словами, не лезьте, если руки не мыли. Аромат ЧСВ и категоричных суждений. Несомненно, наука такая наука, но что плохого в том, чтобы привлекать к науке внимание тех, кто в эту науку, например, деньги приносить будет. А новые таланты где искать, если никто не захочет вдруг становиться ученым, если послушает меня и ужаснется, как это так, это не только роботы и нанотехнологии, как в фильмах, а еще и рутина бесконечных поисков подтверждения проержений в горе литературы, составления отчетов и формализации всего, что только можно вообразить. Одним прекрасным днем или вечером я открыла игру в бисер на случайной странице, потому что книга под рукой на полке путешествует со мной по разным местам обитания давно и потому что мне захотелось что-то почитать. Я не задаю обычно конкретных вопросов шару с предсказаниями, я отношусь к этому как к игре. Сам процесс уже 50% успеха. Потому что отвлекаешься, увлекаешься, рациональный критик особенно не встревает. И что вы думаете? Я увидела у отрывки популяризаторов науки вечную борьбу элитарности и массовости, где каждый кулик свое болото хвалит. Давайте посмотрим, что пишет Герман Гессе в игре в бисер по этому поводу. Может быть, она где-нибудь и существовала. Это наивная, невинная, естественная жизнь. Это детскость и неукрощенная самобытность простоты у крестьян, ремесленников или еще где-либо. Но мне не удалось увидеть ее в аучию. А уж приобщиться к ней и подавно. Ты помнишь так же, не правда ли, как критиковал я в своих речах занощивость и напыщенность кастолийцев? Это чванные и изнеженные касты с ее кастовым духом и элитным высокомерием. Ну, так своими дурными манерами, своим скудным образованием, своим грубным шумным юмором, своей глупо-хитрой сосредоточенностью на практических эгоистических целях миряне гордились не меньше. Своей узколобой естественности они мнили себя бесценными и угодными богу-избранниками, нисколько не меньше, чем самый жеманный вальсельский ученик-отличник. Они высмеивали меня или похлопывали по плечу. А у иных все чужое, все кастолийское во мне вызывало ту откровенную, ту ничем не прикрытую ненависть, которую все низкое питает ко всему благородному и которую я решил принять как знак отличия. Важно! Для вас цитата может быть вовсе не про популяризаторов. И сегодня может быть про одно, а завтра про другое. В этом и сила упражнения. Давайте почитаем, что пишет Стелла Фракта в «Замке Альбедо» по этому поводу. Популяризация и науки. Как говорил Генри Форд, «Чтобы мы не предпринимали, всегда была и будет пропасть между массовым потребителем и создателем инноваций», рассказывала с трибуны Кума. Как была и будет извечная борьба между классами, и каждый представитель которых мнит себя носителем истинной мудрости, научно-интеллектуальной или народной, и будет стремиться сохранить элитарность и узость общественного круга, не принимать изменения, вступающие в силу в новом веке технологий. Вообще-то это говорил Гидон Рихтерс, на бьетром ртом произнес Ричард, возражая. Александра усмехнулась, скрестив руки на груди. «Но это не мешает нам двигать идеи вперед и заниматься просветительской деятельностью, размывая границы, делая невозможное и возможное», продолжал спикер. «В этом миссия любого деятеля — переступать черту, перетаскивать на противоположную сторону ценное, являть его миру и делиться им. Я тоже когда-то не понимал смысл популяризации науки, считая, что так науку обесценивают, показывают ее якобы простоту. Так, словно каждый может запустить ракету в космос и совершить открытие. Но правда в том, что запускать ракеты и совершать открытие обычному человеку мешает лишь узость мышления в убеждении, что между классом есть какая-то разница. Вообще-то, протянуло Александра, это сказал не Форд и не Рихтер. Алхимики говорят одно и то же и повторяют друг за другом утопию о взошедшем алом солнце веками. Философы — это мои бро. Вместе на литературный кружок ходим. А проекции и перенос — это вовсе неплохо, когда вы умеете их готовить. С вами был голос писателя Стелла Фракта. Для тех, кто не хочет читать, но хочет слушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова